Фридайвинг как спорт обусловлен четкими правилами, есть жесткие правила проведения соревнований, регламент соревнований. И на сегодняшний день такая ситуация сложилась немножко забавной, что есть две независимые системы организации соревнований и фиксации рекордов во фридайвинге. Первая это СИМАС, это конфедерация подводной деятельности, которая занимается в том числе и развитие фридайвинга, как и других водных видов спорта. И есть международная ассоциация развития АПНОЭ, АИДА, возникшая в 92 году во Франции, которая занимается именно фридайвингом, которая занималась разработкой системы обучения, методики обучения фридайвинга и проведения соревнований. И на данный момент есть такие две, как параллельные реальности, то есть они не признают результаты друг друга, они обладают разными правилами. Есть спортсмены, которые чемпионы в одной системе, есть в другой, есть некоторые в обеих и так далее. Ну и, как в любом спорте, здесь есть региональные соревнования, национальные, международные, проводятся на открытой воде и в бассейне Кубки мира, чемпионаты мира. То есть, в общем, это спорт-спорт. Продолжение следует...